В общем, вся такая именно худая, нельчешная. Мне понравилась я этим женщинам, которые... Знаете, что, когда принимают экзамены, в основном, такие редакторши пограничного возраста, с очень много уважаемыми, это же кошмар. Ну, даже, например, ты переводишь им текст, и встречая тебя, они просто уже там за тебя сканировались с хрещуром. Я не знаю, я почему-то очень часто скалкиваюсь с негативом женщин по отношению к себе. Мне кажется, это такая глупость. Тут же много женщин. Не относитесь вы к таким, как вы? А вот эти, как я, вот, между прочим, много, наверное, людей по планете. Зачем так ненавидеть? Моя защита в Англии закончилась... Ну, когда закончилась, она началась кошмарно. Какая-то женщина из Москвы, молодых редакторов, она написала какое-то жуткое мне резюме. А, кстати, это диплом. Теперь, кто учился, писал свои эти тексты, по ночам, теряя красоту, с которой получаешь. Потому что писатель текстов, в принципе, хочу вам сказать, что как-то абсурд, то, чем я занимаюсь, потому что я, в принципе, драматур. Но то, что я пытаюсь еще как-то при этом выглядеть, это оксюморон, это две вещи несовместные. Потому что если ты работаешь как писатель, начальными днями, ты не можешь ходить на какие-то тренировки, на какие-то процедуры. Ты должен быть сконцентрирован на какой-то своей книге, на своем тексте. Вот я сегодня про перед встречей с вами. Хотите, я вам признаюсь? Я пошла в ваши старые спа, в салон красоты. Я не знаю, все слышно? Да, а теперь все слышно. Пошла я в салон красоты. Меня там так умотали, я с ними взял уже куда-то шли. У меня даже заболела спина. Они сначала ее промассировали, а потом опять проложили, чтобы вот тут вот что-то такое вот потянуть. И все это только ради вас. Ну, при этом же. Товарищи студенты, я в принципе драматург. Я автор. Я сейчас репетирую как режиссер свою пьесу в театр. Я не хочу, мне не обязательно выглядеть вот прямо блестяще. А я при этом это делаю. Вот просто у меня как-то косяк. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Оговоряйте мне, как и к умеет. Ну, вы же женщина. А? Вы же женщина. «Женщина? Я автор. А что женщина, она должна быть все время на стрюме? Это так же не гласа, что это невозможно. Это ж тебя обескромливает. Либо тебе туда бросаться, либо тебе сюда бросаться. Я очень любила покойную Беллу Ахмадурину. Я помню, как мне про нее рассказывал, мой любимый оператор, Герони Рэдли, который снял зеркало. Я, кстати, о нем хочу особенно рассказать, потому что он на меня оказал колоссальное влияние в смысле изобразительного искусства. Это был один из самых великих операторов русского кино. И он сказал, что он однажды к ней пришел. И она такая стояла. Достаточно красивая женщина, талантливая. И она сказала, Георгий, вот я не знаю. Либо мне сейчас пойти водку покупать, либо мне все-таки надо пойти и написать стихи. Ну, с другой стороны, у нас же всегда есть дилема творческих женщин. Либо мне нужно пойти, там, поджарить какой-нибудь еженый, помыть полы эти проклятые. Но, с другой стороны, я подумала, вот что лучше, либо мне помыть полы, либо мне написать, например, рассказы. И как вот между этим разрывать? А вот это мне еще нигде ничего не постирают. Мне потом рассказывали мои профессора, что если у меня прибегала на лекции по мастерству, я все равно ублюла вот эту черную юбку. И у меня была всегда эта белая рубашка, не всегда поглаженная, а всегда не поглаженная. И у меня была такая расспорченная. И она мне не осуществляет, что перебегала, не накрашена, расстрепана. А другие вот там километрами сильно наносили какие-то стрелки. Так что, в этом смысле, если женщина в искусстве, сейчас, в принципе, какой-то матриархат. Очень много женщин на курсах дежессуры, на операторы. Вы понимаете, что если была одна хотя бы женщина на операторском факультете, то это скандал. А сейчас 50% даже больше девушек на операторском факультете. Это абсолютно, абсолютная какая-то революция. То, что я, конечно, понимаю, что у нас демографический перекус. Мы все в курсе дамы. Что мужчин не хватает. Их маловато. И сейчас есть главная женщина. Ну, что ты с этим не сделаешь-то. С нами надо считаться. И, может быть, нам все-таки иногда не надо жалить эту дуратку и лишнюю тюрьму. Мы не помогли. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ